Всем привет! Мы начинаем очередную игру шестого сезона Домовины. Сегодня у нас играют старые знакомые Рустем и Сергей, дебютант, автор нашей игры Артём Горячий. Всех приветствуем, всем желаю удачи, ознакомьтесь с темами. А меня слышно? Да, всё слышно, всё нормально. Первая тема. Всё без языков, обыкновенная. Давайте Артём начнёт как самодисциплинированный. Ну давайте сверху вниз, слева направо. В романе Агаты Кристи «Глупость мертвеца» именно он расследовал убийство... Нарикали Пуарова? Нарикали Пуарова. Продолжаем. Всё. В Голипутии, куда попал Голивер, многолетняя война шла именно из-за этого... Сергей. С какой стороны есть лицо? С какой стороны есть лицо? Дальше, наверное, с острого конца. Герой фильма о Зомбиленде классифицировал зомби трёх типов. Быстрый, ловкий и ниндзя. С зачатками интеллекта Хоукинги. А самых тупых назвал в честь этого ленивого и недалёкого героя мультсериала. Сергей. Сергей. Сергей, не слышал. Попустит. Нет, нет. Слышит. Есть версия, но не... Его назвали Гомер, в честь Симпсона. Да, да. Картинка. Можно нажать тоже в любое время. Рустем. Тупик. Тупик. Да, тупик. Официальный символ Ньюфаундленда и Робки Лабрадора. Предел тупик. Нарисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, исчезанного любовью. И пляшущую лангусту с кастаньетами. А над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее. Автора фразы. Отдали, наверное. Да, подарочек вам. Пятисот. Первое. Дальше будет сложнее. Именно ее нарезал Илья Лагутенко. Морскую волну? Нет. Вот. Сергей. Ну, сколько фольморскую капликуль. В повести Хемингуэя «Старик и море» все у главного героя было старое, кроме них. Они же цветом были похожи на море. Сергей. Глаза. Глаза. В 1980-е роль этого моряка сыграл Робин Уильямс. История этого персонажа. Попай. Попай. Моряк. Попай. Повешали. Один из крупнейших водоворотов, Мальстрюм, который упоминается в произведениях Жуля Верна и Эдгар Апо. Находиксов, это... Сергей. Надеюсь, что о море... О море там... Скорее всего... Норвежской пусть. Молодец. Норвежская. В этом мультфильме Ёжик нёс домой море, а то скоро зима, а я всё один да один. Надежда на читера, на Сашу. Это все... Сергей. В 2016-м в Иркутске произошло массовое отравление этим концентратом для принятия ВАН. Слуху или он? Нет. Все на слуху. Почему так сам концентрат вызывает? Удивление. Назовался он боярышный концентрат. В этот день только одному самолёту был разрешён полёт после закрытия воздушного пространства для доставки противоядия человеку, которого ужалила ядовитая змея. Провождали самолёт два истребителя. 11 сентября 11 сентября года. По одной из версий историков Моцарт был отравлен масонами за распрытие их ритуалов в этой опере. Время. 3, 2, 1 Это вообще непонятно, Сергей. Он молчал, я ничего вообще не услышал. Это волшебная флейта. Способ одного из самых убийств в конце 70-х годов прошлого века болгарского диссидента Григория Маркова Итальянская травительница Тафания Диадама прославилась изготовлением ядовитой воды с жертвами которой стало около 600 человек. Нам же травительница более известна по присутствию на мероприятии у этого знаменитого литературного... Ну, у Воланда на балу присутствовала. А, да. Доктор Ливси предупреждал Билли Бонса что слово смерть и это слово отныне для пирата одно и то. Так, ну, конкретно надо, ну, пусть Ром. Ром, совершенно верно. По воспоминаниям убийцы президента США Джеймса Гарфилда этот критерий при выборе пистолета для убийства стал главным. Ну, он красивый был там с ручкой и с фоновой кости. Правильно, правильно. Внешний вид, что в музее смотрел. Широкий зачет. Именно это супероружие пытался выкрасть орден иллюминатий в романе Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Артем? По-моему, антивещество оно называлось. Совершенно верно. Главным антигероем фильма «Смертельное оружие 2» был дипломат из этой страны, единственного представителя Африки в G20. По второй части должна быть нигеря, наверное. Нигеря. Нет. А, ну, значит, ну, значит, ну, наиболее так это ЮАР, в общем. ЮАР, ЮАР. ЮАР, да. Да, сейчас тут нигеря точно у нас. Изначально этим термином назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Известное оружие получило аналогичное название из-за внешней схожести с инструментом. Не базукали? Базукали. Это объединяет американского исполнителя Армандо Кристиано Переса Акосту и голландского футболиста Эдгара Давидса. Ну, у них сердце пересажено? Нет. Сергей? У обоих собачье прозвище. Бульдог, в частности. Ну, собачье прозвище объединяет их. Ну, нам надо, нет, недостаточно. Понятность. Переса Акостук, у него прэпер поклончик Буль, он известен. Бульдог, к сожалению, неверно. Это слово заканчивает поговорку сердце не камень. Просто у нас уже был прецедент, уже бульдог был, мы и не засчитали, поэтому не могу засчитать. Сердце сайт. Донором для пересадки человеческих органов зачастую является вовсе не обезьяна. Например, для замены сердечного клапана свиньи. Да, шортснеггер, свинья была в донорах. Первая клонированная собака увидела свет почти на 10 лет позднее знаменитой овечки доли. Клонировать собак оказалось сложнее. Главным научным достижением 2005-го было клонирование снапи собаки этой породы. Последняя тема раунда. Военный конфликт между Грецией и Болгарией разгорелся в октябре 1925-го, когда был убит греческий солдат, пересекший границу преследуя свою собаку. Одна из самых странных воин 20-го века получила у историков такое название. первое закончен. Как-то мы когда делали думали первый раунд самый простой оказалось по факту что самый тяжелый дальше наверное полегче немножко будет. тут стишок будет с двумя словами на стрелях буквы не будет? В этой не будет в этой игре в этом раунде. А дальше будет одно скрутить ума не надо, другое супротив приклада. Дуля и Дула Дула в спорте Домино Кино другого бережет далеко лишь его копейка рубль бережет прикольно одни были в моде полвека назад другого листочек на герб с лагом взят клеш и клен да один без страны представитель народа второй в 27 свою душу отдал окей один вам даст подарок или скидку другим не назовут вора под ситки первые четыре брали обычно с этим может вы попробуйте ехали матриц это выражение стало нарицательным для обозначения милосердного и бесторыстного человека готового помогать попавшим в беду и упоминается в одной из известных притч Иисуса Христа самаритянин самаритянин выражение а это выражение добрый добрый самаритянин дадим поправить этот химический элемент в таблице Менделеева назван вовсе марганец поторопился не в честь города а в честь русского горного инженера нашли образцы самарит 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 на этом кладбище похоронены более тысячи знаменитостей Берлиоз, Гоген, Дега, Ампер, но самой посещаемой является Могила Долиды. В отличие от нынешнего значения, более 100 лет назад в Российской империи так называли квитанцию на вознаграждение от властей за подводы и лошадей, которые использовались армией в военное время. В 17 веке этот город, принадлежавший тогда Испании, многократно подвергался нападению пиратов, что было описано в тогдашних хрониках. Ныне же там находится крупнейший нефтеперерабатывающий центр Венесуэлы. Пока только Максим Кривохижин, по-моему, взял. Это Маракайба. Краки и подмалевок являются вариантами его в живописи. Эскиз. Эскиз. 1996 год запомнился взятием заложников больницы этого дагестанского... Кизилюрт. Нет, не так немножко. Ренсен, Данхилл, Сэн, Дюпон и, конечно, ЗИП появляются лучшими ими. Матрица. Бензиновые зажигалки. Бензиновые зажигалки. Нет, не попал в Матрицу. Марки, Марки. Марки зажигалок подобрал Артем. Забыл, забыл. Бывает. Этот фразеологизм, выражающий удивление или восхищение, предположительно пошел от дореволюционных кабаков, над которыми были вывески с соответствующими ветками. Выражение «елки зеленые». Крупнейшими теоретиками этого учения после смерти автора стали Эрнест Мандель. Ух ты, Сергей. Неужели Манделя знаешь? Нет, нет, нет. Нет, это, увы, Тед Грант и Тони Клифф. Это все троцкисты и троцкисты, соответственно. Роль рэпера по прозвищу «Кролик» принесла этому исполнителю. Сергей. Сергей. Так, ну пусть будет, пусть будет, пусть будет ременен. Да. Картинка. Так, ну это представители до этого «Кролики», собственно. Верно. Вместе с Владимиром Данильцом этот комикс создал дуэт «Кролики». Это Владимир Моисенко. Философская притча «Кролики и удавы» этого писателя, описывает некий... О чем? Василий Искандер. Да. Статистически обособленная местность и не включенная территория в Уху-Гибун под названием «Рэбит-Хэш» прославилась не только своим названием, но и мэрами. С 98-го должность мэра в городке неизменно занимают они. «Кролики в вопросе», если что, «Рэбит-Хэш». Это собаки, там мэрами выбираются. Рекорды в плавании вольным стилем на 50-100 метров в 50-метровом бассейне были установлены «Кролем» в 2009-м этим спортсменам. На его фоне пролетали «Гарри Понникс»? «Миллениум Бридж» в 1000 летнём. Нет. «Когей?» «Ну тогда, Тауэш». «Да, и посвятила ему Зимфира песню в своё время». «Ты врёз в германо-скандинавской минфологии радужный?» «Ну, соединяющий рай с землёй». «Какой-то надо один ответ дать». «Рай». 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 «Сергей?» «Тогда ад». «Тогда ад». «Так?» «Я не слышу, Сергей». «Ад». «Ад». «Ад?» «Нет». «Радужный мост соединял этот небесный город с другими мирами». «Асгард». «Картинка». «Внимательно посмотрите на мост через реку Тис в Англии. При проявите воображение и попробуйте догадаться, какое название он получил». «Уже была масса вариантов». «Ну, пускай будет «Чайка». «Нет». «Когда смотришь на него сбоку, он выглядит вот так. Его назвали «Миллениум». Ой, «Инфинити» или «Бесконечность». «Первоначально» он был предложен футбольному клубу «Фулхем» и состоял…» «Уэйнбридж». «Уэйнбридж». «Уэйнбридж, увы». «Лишь из одной трибуны. В 1905-м на стадионе основалась новосозданная команда «Челси».» «Стэнфорд-бридж». «Это Стэнфорд-бридж». «Знаменитый обмен Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса состоялся на мосту Глиннкерблюке, соединяющий берега этой реки». «Чергей». «Так, пусть… Одер. Одер. Слышал? Нет, это не Одер». «О, как она называется-то? Есть чего я…» «Думаю, можешь рисковать. Это «Хафель» называется». «Нет, не сомневаюсь». «Последний остался раунд. «Рустем, уже серьезно оторвался. А за второе место, я думаю, пойдет борьба, сейчас серьезная». «Да, и не такие отрывы проигрывали что-то». «Бывало, да, я помню, в третьем раунде такие минусы были, сумасшедшие». «Сергей, начинай». «12-й кавалерийской дивизии умереть. Умирать не сразу, а до вечера. Данный приказ, этот командир армии и автор знаменитого прорыва, названного его именем…» «Брусилов». «Да». «Этот журналист и президент по совместительству…» «Венедиктов». «Да». «Этот бывший чем…» «Санил сам олимпийским чемпионом». «Бля…то не сказал, что ли, да? когда но как тренер воспитал трех али мишин а это лицей мишин евгений в ту сторону движешься давай догонять песня со словами стоит над головой алёша посвящена памятнику советскому солдату алёша который находится в болгарии уточнить или не надо болгария это неверный ответ находится в этом болгарском городе софии и не софия а не софии что ли по моему пловдив он в пловдиве да находится его фамилию можно перевести как пьяница несмотря на то что этот реформатор артиллерии был генерал-майором комендантом столицы и даже ключевой политической фигурой конца 18 века в 1799 он был с позором уволен со службы а по модулю догоняешь это водка соответственно в программе летних олимпийских игр он появился только с 1900 пляжный волейбол полейбольный мяч был продан на аукционе за 18 тысяч 400 долларов после выхода этого фильма из бой до 1917 партия волейболе велась до такого количества очков до до 12 нет артем уже все ближе не нагнетай вот цифры ты угадал рустам порядок другой до 21 экран сообщением о критической системной ошибки в операционной синий кран смерти финальный матч между летучими обезьянами и непобедимыми друзьями и не остановил войну в этой повести уже можно отвечать стоимость какая стоимость ой а я единицу по моему да да волшебник за брудом города нет полный бог маранов именно этот актер впервые примерил костюм джеймса бонда фильме дэнил крэйк да казино рояль картинка еще одна так сейчас надо угадать спрашиваю ну он карполь 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 но вопрос не в этом именно этого интересовал тренера волейбольной где блок где блок он в библиотеке спрашивал выражение означающие явно заранее подготовленный экспромт принято называть так это кустов да да и последним ведущим программы два рояля Сергей Минаев да лишь уступил в середине все-таки но повести немножко дал сыграв джаз музыканта Костю Иванова актер Игорь Скляр получила поклонниц такое прозвище из-за песни его называли старый рояль мне сударыня доктора велели ноги в тепле держать тем более что мне сейчас нужно идти настраивать тем более что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральше шевелициной не могу же я к ней босиком идти жаловался настройщик Муркин персонаж рассказа сапоги этого классика умирать так может и пусть чехов ну чё ж умирать сейчас поиграем рефлектор Минина прибор для физиотерапии в быту домохозяек получил такое название синяя лампа да за этот испанский клуб с прозвищем Азула Синяя в свое время выступал Виктор Анопко а сейчас Авьедо Авьедо политический альянс Кахоль Лаван сине-белый в 2019 был образован для участия в парламентских выборах в этой стране Израиль как вы здорово боритесь приятно посмотреть проект конца нулевых с таким названием был не об алкогольных пристрастиях одного из участников нашего турнира а о новинках кино а автор Дмитрий Пучков расшифровал его как греческая кинолюб синефил да это не только аббревиатура интеллектуальной игры но и буквы английского алфавита естественно естественно программирования ну сика нет конечно тема тема мира играем ергей да да сейчас закон паскаль скальп это присмыкающийся чуть было питон питон вот сейчас все решится на двух вопросах это не только популярный индийский танец но и компьютерная игра а некий Валерий предполагал что предком этой красавицы из Занзибара был русский моряк Лимбо Лимбо пел Валерий Меладзе последний вопрос эту звезду из созвездия Персея также называют звездой дьявола у астрологов она является привнаком несчастья а в английском написании совпадает с названием языка программирования это язык алгол и звезда алголь соответственно ну поздравляем Артема который за последний раунд спасибо просто форвал раунда поздравляю поздравляю спасибо сглазил я русский и